Почему, мистер Бэбэй? Почему? Во имя чего? Что вы монтируете? Зачем? Зачем пересказываете сюжеты? Зачем продолжаете играть? Неужели вы верите в какую-то миссию? Или вам просто страшно заняться чем-то другим? Так в чём же миссия? Может быть вы откроете? Это рофлы, игровой ликбез, может быть долары? Или вы боретесь за популярность? Иллюзии, Бэбэй, причуды, контент-мейкерство, хрупкий самообман, слабого шизоида, который отчаянно пытается оправдать свой юмор? Убогий и дегенеративный! Но ваши приколы, мистер Бэбэй, как и тренды, столь же мейнстримные и безвкусные! Только конченый может выдумать скучный и безжизненный рофлы про член! Вам пора это увидеть, мистер Бэбэй? Увидеть и понять! Вы не можете, видосы, продолжать делать контент бессмысленно! Почему, мистер Бэбэй? Почему вы рофлите про писюны? Хе-хе-хе, писюны! Привет, мои бульоноголовые дворфы, которые пожрали весь контент и теперь ломитесь на кухню с криками «Повар, повар, где контент?» У меня контента нет! Благо, сегодня у меня пищи интеллектуальной для вас достаточно, хотя, смею заметить, порой генерация контента дается мне с большим трудом, и дело тут не в усталости, а скорее в умственной неполноценности. Но благо, у меня есть вы, ваша поддержка, и имба-энерджи! Этот чудодейственный мега-напиток помогает мне оставаться в умственном и духовном тонусе. Как вы помните, я вам уже говорил про прекрасные новые вкусы, а именно, оригинал, яблоко-киви, вишня и мохито! Вам настолько зашло это прекрасное разнообразие, что замечательные работники имба-энерджи взяли и добавили еще аж два новых вкуса! Клюква и оригинал-микс! Что ж вы делаете? Что ж вы нас так балуете? Лично я на данный момент употребляю яблоко-киви, потому что я зеленый мохнатый! А также специально для моих зрителей действует промокод с 10% скидкой, по которой вы сможете купить эти прекрасные напитки и фирменный шейкер! И не забывайте про дивные комбо-наборы, которые очень даже выгодные и продаются сейчас аж со скидкой до 25%! Имба-энерджи! Переходи по ссылке в описании под роликом! Продолжаем изучать любопытные побочки и потихоньку движемся далее по сюжету. Несмотря на то, что мы не приняли ни одну из сторон в конфликте Ордена и СкайТейлей, обе группировки относятся к нам, ну, нормально так. Поэтому мы можем помочь им с их делишками. Вообще, я раньше всегда проходил за Орден, потому что, ну, тот же самый Зигфрид вроде неплохой, а те же СкайТейли вот совсем мимо меня. Тут же я пока что балансирую на нейтралитете, и вроде даже неплохо получается. Начнем, пожалуй, с помощью нашему няшному другу Зигфриду. Все еще набираешь людей? На войне, как на войне. Кстати, пока ты здесь. Я еще не придумал название для своего нового отряда. Есть идеи? С***! Хм, несколько пафосно, но достойно. Которого беспокоят траблы на кладбище. Мол, там люди пропадают, возможно, дело рук нечистой силы, или же масоны опять людей на органы воруют, или сексуальное рабство. Раз уж вы у меня забираете монетизацию, тогда я с чистой душой буду шутить про Ипштейна и Пицца Гейт. В самом же мертвецком нейбор-худе мы видим трупы, Укусы, царапины, сломанные кости. Кто-то хотел добраться до костного мозга. Похоже на работу гулей. И нечто такое, с чего будет в шоке даже самый пораженный циник и битурт. Упоительно! Упс! Пардон, совсем забыл о манерах. Кончай пялиться. Гулем же тоже надо как-то жить. Никогда раньше гуль не видел. Многих видел, но не говорящих. Не хочу хвастаться, но я исключение. Мои родичи, конечно, совсем неразговорчивы. Предпочитают рычать. Я нашел несколько трупов. Знаешь об этом что-нибудь? Упырь говорит, что он мирный, образованный и живых не ест, так как брезгует. И насчет последнего я ему, ой, как верю. Если мы проявим милосердие и не тронем его, то он расскажет, кто на самом деле убивает людей и учиняет тут беспорядки тайные. Я тут видел в последнее время много остроухих. Кто-б сомневался, да? Остроухих? И твоя маленькая семья их не трогает? Они на вкус отвратны. Очень сухое мясо. Плюс они же приносят еду. Неподалеку сразу же показываются террористы нелюдские и говорят, что тут они людей заперли в склепе с гулями. Те-те-те. Ага. И если мы потратим время на погоню за недочеловеками, то гражданских пожрут и будет неловкий такой брух моментум. Я решаю поступить вполне нестандартно, а именно адекватно. Я спасаю людей, но Зиге говорю, что вот я дебил спас людей, но упустил криминалов островухих. Клянусь вечным огнем, ведьмак. Ты поступил так, как поступил бы любой благородный рыцарь. Я восхищаюсь твоим поступком. Об убийцах не волнуйся. Мои люди их поймают. Я не совсем понимаю. Ты спас невинных. Это есть величайший подвиг из всех. Ты заслужил награду. Я горжусь тобой, Геральт. Воу. Я думал он бомбанет, а оказывается мы очень даже герой. Бывает же. Свою помощь одной стороне оказали. Теперь поможем другой, потому что баланс наше все. Инь и янь имена моих полупопий. Если обрезанный просил нас помочь с устранением нечисти и помощи обществу, то Яевин типичный такой черт. И что-то нехорошее планирует со своими братками в канализациях. Хотя нам говорит, что Эд, они там руины эльские ищут. И всякие артефакты полезные. Я послал туда свой отряд. Но боюсь, что-то пошло не так. Выясни, что случилось. Все мирно, шито, крыто. А утрис варенье как крыто. В каналах встречаю работяг. И те говорят, что туда не сунутся, так как там что-то нехорошее происходит. И что уж греха таить. Они по-честному засали туда идти. Один из моих эльфов взорвался. Его кровь забрызгала все стены. Затем нечто напало на другого моего спутника. Мы и бросились бежать. Здесь все, кому удалось выжить. Я иду вперед, на осторожничек с подготовкой к обосранычам. Как вдруг обнаруживаю голую вампиршу, которую я вам не покажу. Я понимаю, что в Изиме лишь продается одежда марки «Твое», но хотя бы срамную тряпку-то на копыта натянуть можно. Ё-моё. Я её убил. Все абсолютно рады. Только вот Горчичник не особо видит здесь руины и артефакты всякие. И поэтому ловит лёгкие подозревашки. Каэдмил, благодарю за помощь, волк. Как насчёт моего вознаграждения? 300 аренов. И забудь обо всём, что ты здесь видел, Тойна. Ну теперь вы понимаете, почему я всё время выбирал сторону Зигфрида, да? Хотя честности и объективности ради, скажу вам, что у Скайтаэли и у Ейвина в частности есть одна из сотня причин для ненависти и актов терроризма в отношении людей. За что ты так сильно ненавидишь людей, Ейвин? Ха-ха-ха-ха-ха. За что? Полагаю, ты не хочешь услышать о идеологии, историческом правосудии и прочем. Ты хочешь услышать некий тёмный секрет, скрытый в глубине моей души. Когда-то я жил в крупном городе среди людей. Я вёл себя честно и обходительно. Я уважал их глупые обычаи и законы. Ассимиляция. Я жил этим словом долгие годы. И на протяжении всех этих лет меня обманывали, надо мной смеялись, временами били и грабили. Но я не чувствовал ненависти к людям. Я считал себя лучше их. Я говорил себе, что они просто не в силах контролировать свои слабости и свои недостатки. Меня грабили в три раза чаще, чем всех остальных. На моих дверях экскрементами рисовали расистские лозунги. Многие годы я не понимал, почему так происходит. Неужели я делал что-то не так? Что мне нужно было сделать, чтобы я мог жить дальше мирно и спокойно? И знаешь, что я понял? Нет, но уверен, ты сейчас мне об этом расскажешь. Я все делал так. Я лгал себе с самого начала. Как луна никогда не догонит солнца, так и люди никогда не изменятся. Они навсегда останутся эгоистичными, завистливыми, мелочными и страшащимися всего, чего они не в силах понять. И уж поверь мне, не понимают они очень многого. С тех пор все развивалось достаточно быстро, но это уже совсем другая история. А ведь это такая грустная и такая близкая нам. Раздолбаем, помогли, а значит надо бы двигаться дальше. Но мы пойдем с вами необычным, альтернативно одаренным сюжетным путем. Я просто иначе не умею, ребят. Вместо того, чтобы чапать на банкет к Леве Виноградному, мы с вами пойдем на болото. Да, именно туда. Да, очень многое поменялось на этих мирных территориях. Появилось больше странных монстров, насекомоподобных. А ночью так вообще ад и Израиль какой-то происходит. И ладно бы только траблы с монстрами. Больше бардак происходит с кирпишниками, которые более не знают покоя. Этих бедных ребят начали брать в рабство Саламандры. И ладно бы в сексуальное или на опыты. Я сам такое пережил. Но нет. Их заставляют собирать травы для изготовления фиштаха. Да, опять что-то про фиштах. Наркоманская игра какая-то. В Гвинте даже есть карта Гнусный Торчок. Это видимо тот, кто сюжет писал к первой части. Бабуля Васка просит нас помочь и освободить ее народ из-под гнета негодяев. Делаем мы это конечно без какого-либо труда. Тем более мы опять получаем порцию рофлов от кирпишников. Мы спасены! Наконец-то! И это далеко не все. На этих болотах есть лагерь Саламандр. Где собралось огромное множество опаснейших головорезов. С которыми в одиночку не справятся. Мы можем пойти в рощу друидов. И заручиться поддержкой местного пендальфа со своей ручной виверной. Чтобы втроем порешать эту шелупонь. Но! Я короче сам всех убил. Да. На харде. И это на самом деле было совсем не сложно. Все-таки напитки и смазка для меча это очень полезные в жизни вещи. С трупа некого Роланда Блейнхайма я собираю очень важный лут. В виде некого дешифратора тайных писем. Видимо надеюсь, что потом нам это понадобится. И маленький спойлер. Да, понадобится. Вообще квест связанный с этим челиком и его братом Готариком Блейнхаймом выполняется немного в другом и более логичном порядке. Но я как всегда очень альтернативно одаренный, как тот же папич с его прохождением портала. И вообще глядя на эту резню, вы видите. Наш пожилой, беловолосый панк-мутант очень даже опасен и способен загеноцидить всех. Хоть саламандр, хоть фан-базу Дарлинг Инзо Франкс. Кстати, на этих же болотах я среди опаснейших чудовищ нахожу труп Челебаса, который судя по записке как-то связан с Левой Виноградным. Правда нашел я его еще три ролика назад, но по смыслу лучше сказать о нем именно в этом ролике. Иначе вы не уследите за моей мыслью, ничего не поймете и подумайте, что я шизоид. Самое главное не забывать о самом важном ремесле ведьмака. Заработки. Как вы помните, хотя конечно же вряд ли, я в прошлом ролике говорил, что в Изиму вернулся королевский ловчик, который дает задание на уничтожение особо опасных существ. В данной, то бишь нынешней главе, мы можем заработать деньгу на убийстве кровожадной виверной переростка с болезнью аутизма и уберопасного альфа-догича, который по своей натуре не монстр, а просто обожранный бобик. И если вы думаете, что на этом второстепенный контент кончается, то вы сильно ошибаетесь. На болотах, выглядящих как мой родной Башкортостан весной, да и в принципе в любое время года, тусуется Кармен, проституток всех начальник, куртизанок командир. Есть один мужчина, важный человек. Для меня он тоже важен. Он болен и я должна ему помочь, пока еще не слишком поздно. Он оборотень. Дама делится с нами своей тайной. Ее любимый мастер оральных ласок болен ликантропией. Она хочет сходить в рощу друидов, но что-то ссыкует через болото идти одна. Мы посылаем ее на три буквы, то бишь в изиму, и говорим, что сами все узнаем. Местный глав друид поясняет за оборотней, а именно, что однозначного метода лечения нет, и все его советы это по сути теории и слухи, прям как либертарианство. Оборотня можно излечить, либо рубашкой из собачьей петрушки, либо с надобьем алхимическим, либо же чистой, как имба энерджи, любовью. Но само собой, все зависит от характера прикаженного, так что стоит в первую очередь узнать от Кармен, кто ее суженый, ряженый, в больного фури наряженный. Мне нужно знать имя твоего возлюбленного. Нет уж, ведьмак. Мадама наотрез отказывается выдавать любовника, аргументируя это тем, что мы заспиртованный монстр-хантер, и того, глядишь, бедного мужика на шашлык порежем. Нам же ничего не остается, кроме как ждать удобного случая и временно отложить лечение. Далее! Помните, как я отвел Альвина к Шане и получил от нее всякие благодарности, а за кулисами игры она и вовсе сделала ведьмаку слюнявого нелюгарца? Так вот, Шане нам намекает, что мы можем принести ей кольцо, в знак того, что наши намерения сурьезные и рассчитаны на нечто более чем перепихушки с использованием зажима, кляпы из марли и клизмы со спиртом, но далеко не промеж полушляхичей. Шане. Отсутствие кольца тоже будет для меня кое-что значить. Я буду ждать. Я люблю тебя, Геральт. Мегагерц задумывается о своей дальнейшей жизни и не особо понимает, что ему делать. Но благо, у него есть верные товарищи-алкоголики, в лице обрубка Золтана и метросексуала Лютика, которые зовут его на побухушке с целью психологической реабилитации. Краснолюд-наемник и странствующий трубодор, перещупавший всех шлюх от Яруги до Бруины. Лучше советчиков просто не найти. Конечно же, происходит лютый бухич, во время которого его друганы ставят ему мозги на место. Золтан, а почему мы пьем из кружек? Я видел тут стаканы. Серьезные проблемы требуют серьезных мер. Давай все выкладывай, говори, в чем проблема. Шане чудесная. Ноу. Я ведьмак. Я обречен убивать монстров. Не надо мне про судьбу, Геральт. Я давно понял, что все эти пафосные речи и тлины и прочих чушь собачья, как и ваши диссонансы. Но подумай сам, какой из меня фермер или там сапожник? Я тебя понял. Черт побери, а я не понял. Аминь. Выпьем за это. Крепкая ж слезы на глаза. Ничто так не проясняет мысли, как поход в бордель. Геральт? Алкоголь, наверное. Тебя что, сейчас тошнит? Меня после водки не тошнит. Ух. В доме ребенок. Веди себя тихо. А лучше ложись спать. Ох уж эта житейская ведьмачья рутина. Разговоры за жизнь. Посиделки с друзьями. Дантист с насморком, который коллекционирует зубы. Стоп, что? Шварц, Захид. Дантист по профессии. У Геральта из Ривии, ведьмака по профессии. Иммунитет к кариесу. А, верно, конечно. Ведьмаки убивают чудовищ, верно? Иногда мы убиваем и дантистов. Но обычно, да. Эта жертва коронавируса собирает зубки разные. И если мы на протяжении игры найдем ему все существующие необычные зубы, то он даст секретный гифт. Но, к сожалению, многие игроки в свое время зафейлили данный квест, так как в первую очередь ему надо принести череп Баргиста, который кроме как предмести нигде более не встречается. Да, этот моментик испортил свое время настроение многим школьникам, студентам и польским книголюбам. А теперь возвращаемся к нашей любимой рубрике «Че там у Саламандр?» Любитель нюхнуть залюбной свежести стражник Юс говорит нам, что в канализации находится подпольная лаба Саламандр по производству фисчтаха. Он нам предлагает за вознаграждение накрыть производство снюса, а Юс с этого поимеет очень много наркотической продукции под предлогом сыска. Эээ, бпыска. Первая наша наводка – это некий наркодилер-косарь, который этим п... Кхм. Который этим порошком торгует. Ты кто такой? Неважно. Это ты, косарь? Что значит «неважно»? С одной стороны, мы сейчас должны его как-то уломать или обмануть, чтобы он помог нам чисто на шпионочах проникнуть туда, но... Говори по-хорошему, скотина. Кто поставляет тебе товар? Вот тут ты делаешь большую ошибку. Отвечай, кто твои поставщики? Чёрт АС-2. Я сваливаю. Вы можете меня осуждать, но иногда неохота совершать лишние многоходовочки. Немного инфантильного агрессивнича не повредит ни одному квесту. Да ты упрямый сукин сын. Ты ещё об этом пожалеешь? Я спрашивал по-хорошему, но ответа не получил. Придётся теперь иначе привлечь твоё внимание. В итоге, как бы это не было рофельно, но я просираю возможность по-мирному проникнуть на базу Саламандра и, по сути, профукал зацепку в виде косаря. Поэтому нам ничего не остаётся, кроме как... Говори пароль, а то я тебе яйца завяжу в зериканский узел. Пароль. Очаровательно. Вы только посмотрите, кто к нам пришёл. Ведьмак Геральт, собственной персоной. Меня прислал косарь. Мне нужен товар. Кого ты пытаешься надуть, ведьмак? Меня или себя? Нас мигом узнают производители сыпучего золота и буквально вся база агрессивна алкоголика. Мы, не без радости, вырезаем абсолютно всех, включая безобидных фистштиховаров. Просто, чтобы их потом не переманили к себе бандиты ещё хуже. Прямо как это было с немецкими учёными и советской интеллигенцией. И, наконец-то, нахожу какие-то очень полезные бумаги, в которых говорится, что основное логово бандитов фистштихных находится на болотах. Но, как говорится, я уже поубивать всех умудрился, так что осталось дело за малым. А именно, найти брата Роланда Блейнхайма по имени Готерик Блейнхейм. Господи! Мать моя женщина, отец мой грузчик. Как всё сложно. Поспеваете за мной? Нет! Да ёпт твоё! Ну хорошо. Этот чел вместе с другими бандитами занимается приёмом и отправкой товара через канализацию. Убивается он также легко, хотя я до сих пор бегаю в дефолтном шмоте бомжа. Я убил наркобарона. Ты отлично справился. Я счастлив! Мы полностью отрезали негодяев от прибыли с наркоты, тем самым сильно ослабив их, да и чутка понасрав тому же азарьеведу. Ох, я, конечно, этого не хочу, но нам придётся двигаться дальше по сюжету. И дело не в том, что сюжет плохой или что-то сложное будет. Просто на вечеринке у Леуварда на нас ожидает типичный такой пронизанный политикой и интригами кринж. Хотя, честно, я слово кринж не одобряю. Просто используйте слово испанский стыд. Ё-моё, ребят. Ну вот мы и на месте. И перестань хмуриться. Всё будет хорошо. Меня что-то бок побаливает. Может, вернёмся к тебе и проверим, нет ли внутренних повреждений. Ой, дурак. Этим мы займёмся после приёма. Стоп! Вот вроде бы поссорились. Я выбрал Шани. Но эта ненасытная дама всё пытается засосать с себя причиндал и бедняги Белобрысова. Найс. Ведьмак Геральт из Ривии. И, как всегда, очарователь Трис Мерри Гольд. Добро пожаловать. Приветствую. Простите меня, но я должен вернуться к своим обязанностям хозяина. Поговорим попозже. Пока что же просто тусим. Помимо принятия алкоголя, мы знакомимся со всеми участниками тусовочки. Тут Лёва, Трис, внезапно Таллер. Геральт, можешь познакомиться с Таллером? Таллер здесь. Доброе утро. Позвольте представить моего хозяина, благородного Эркина фон Бланта. Приветствую, Мелсдарь. Эркин принял обет молчания и поэтому не может нам ответить. Как вы уже могли догадаться, это наглый враньёж. Данную конспирацию, кстати, легко раскрыть, если мы перебухаем молчаливого рыцаря. Хош. Проклятие. Я пьян. Он говорит. Хватит глупостей. Таллер нанял меня, чтобы я ни-ка-ни-то пробрался на бал. И ты облажался. Давай без сцен, пожалуйста. Да, мы теперь нажралися, и в таком виде должны продолжать культурное общение. Мы подмечаем Велерада, который знаком многим по книгам, ведь именно он и решал с Геральтом вопрос по снятию проклятия с принцессы Ады. Велерад, правая рука короля Фольдеста. Госпожа Трис весьма добра, но мы тут все свои, к чему формальности. Кстати, насчёт принцессы Ады. А вот и она своей собственной персоной. Госпожа, позвольте представить вам чародейку Трис Мерригольд и... Девет, я знаю, кто это. Мы ведь знаем друг друга. Не так ли, ведьмак? Можно сказать и так, принцесса. Почему ты так на меня смотришь? Тебе не нравится мой наряд? Простите, госпожа, но даже лучшие наряды меркнут в сравнении с вами. Следи за тем, что говоришь, мутант! Тихо, Девет. Это был комплимент. Я сама буду решать, оскорбил он меня или нет. Аж высочество, он выродок. Молчи, Девет. Это называется утончённость. Можешь идти. Пока все школьники сохли по эммочкам, эготичным бабам, настоящие ценители сохли по озабоченным, поехавшим рыжухам в капронках. И знаете что? Они об этом не жалеют. Кстати, Геральт, а ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию оргазма? Я, пожалуй, предпочту традиционные методы. Как видите, вечеринка странная, что шерзец. Но это даже не предел сомнительным неожиданностям. Мы продолжаем общаться с остальными и узнаём ещё больше странных фактов. Талер у нас оказывается шпион, слэш королевский служащий, слэш верный короля Фольтеста и просто вредный шерзых, хоть и патриот тимирский по натуре. Кто ты на самом деле? Только не крути, дружок. Тимирианская разведка. Я выполняю прямые распоряжения короля. Я нахожу предателей, крыс и агентов. Я шпион. А ещё мы узнаём, что у того нехорошего рыцаря Ордена Огня, который ошивается рядом с Адой, очень маленький пенис. Он комплексует по поводу размеров своего перца. От Велеранда мы узнаём, что Ада после проклятия пришла в себя, да, но при этом она всё ещё шизанутая, избалованная и просто странная бабища. С головой-то она не слишком дружит. Я не знаю, она... Какая? С моей точки зрения... Да говори ты уже. Ей нужен нормальный мужик, который нормально бы её трахал. Да... Это, собственно, можно понять по её рофлам в категории Г. Я расскажу тебе одну шутку, ведьмак. Почему бы нет? Я люблю хорошие шутки. Графиня говорит графу, граф, ужин подавать, чушь. Ну тогда, может быть, пойдём на прогулку? Чушь. Тогда давайте я загадаю вам загадку. Ну что ж, давайте. Граф, что это такое? Тёплое, мохнатое и пролезает в норы члем. Не совсем. Мышь. Мышь во влагалище? Чушь. Вот так и живём. Мы снова беседуем с Адой и та предлагает нам такой приятный разговор тет-а-тет, если мы угадаем, чего она сейчас хочет и принесём ей это. Я сейчас вернусь. Мы, конечно же, хрен знает, чего эта шлёндра там хочет, но олдовые русские квесты научили меня, что даже в самой передовой ситуации есть выход. Именно так я и отмазался от армии с помощью своего плоскостопия третьей степени, не имея при этом плоскостопия третьей степени. Чтобы узнать о том, чего там эта лярва хочет, мы в первую очередь даём старой доброй водке и велераду. Намного лучше. Значит, слушай, у принцессы было тяжёлое детство. Теперь ей очень нравится практически сырое мясо с кровью. Следом, нам стоит спросить у Таллера про это самое блюдо, но тот нам сказать это обещать только после того, как мы принесём некое письмо из сундука в другой комнате. Господи, что ж так всё сложно-то? А ты что тут делаешь? Искал сортир. В этом сундуке? Не твоё дело. Пошёл отсюда. Да как ты смеешь? Ты знаешь, кто я такой? Не знаю. Зато я знаю удар, после которого у жертвы остаётся одно ухо, одна щека и только половина челюсти. Многие после такого выживают, но игра на флейте — одно из многих удовольствий, которого они будут лишены до конца жизни. Хм-хм. Пожалуй, мне пора. На! Держи, хумырла лысая! Из тебя мог бы выйти отличный агент, Геральт. Я преувеличил. Из тебя такой же шпион, как и с козьей жопы. Узнаём, что принцессы любят тартары из катаплебоса, но как достать данное блюдо прямо сейчас, чтобы заиметь с принцессой секс? Легко! Попросим об этом Трис. Трис, пожалуйста, можешь кое-что для меня наколдовать? Это очень непристойно колдовать на приёмах. Магичка, жаждущая германочи колдует нам катаплебос, и уже с помощью него мы разводим даму. Стейк-тартар из катаплебоса с кровью, персом и сырым желтком. За это я дарую тебе личную аудиенцию. Конечно же, я зацеломудрый и все дела, но профукать секс с принцессой Ады это, по моему мнению, самое настоящее эстетическое преступление. В любом случае, мы узнаём для себя нечто очень важное, а именно, что в присутствии Ады наш медальон флексит. Ещё одно слово заморозка, господи, как я вас ненавижу. Насладившись королевским катаплебосом с кровью, мы беседуем с Трис, который говорит нам, что пора бы поговорить с Леу Варданом и заранее предупреждает, что нам стоит ответить ему «да». А не используешь ли ты меня просто как один из своих инструментов? Я рад, что ты пришёл. Я хочу поговорить с тобой. В чём дело? Как говорится, враг моего врага, мой друг. Звучит банально, но очень правдиво. Этот купец поясняет, что хочет уничтожить Саламандр и что будет очень прекрасно, если мы ему в этом поможем, а именно найдём их базы и уничтожим. Благо, по приятному совпадению и своей кривожопости я это уже сделал. Поэтому отдаём купцу зашифрованное письмо и дешифратор, с помощью которого, ну, вы поняли. Леу Вардан говорит, что на расшифровку нужно время и просит нас зайти попозже. Под словом «попозже» он подразумевает в следующей серии наших замечательных приключений в игре «Ведьмак 1», дорогие мои. Надеюсь, вам понравилась данная серия этих поразительных, увлекательных и захватывающих приключений. Как вы могли заметить, эта серия видеороликов слегка затянулась, даже более слегка, чем я планировал. Надеюсь, вы не против? А, на сегодня всё, мои дорогие друзья. Ещё увидимся! Господи, эта серия роликов уже какое-то аниме, надо походу опенинг будет запилить.